Уже шесть дней вся страна принимает активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Сегодня 1 июля, последний, завершающий день, когда можно отдать свой голос. Мы находимся на избирательном участке номер 3624, который находится в историко-культурном центре. Как и на всех других 63 участках Ленинского городского округа, двери для избирателей открылись ровно в 8 часов утра. Уважаемые члены комиссии, уважаемые наблюдатели, участок 3624 к выборам готов. Голосование проходило в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по всем санитарным нормам, с соблюдением социальной дистанции и использованием средств индивидуальной защиты. Хочу обратить внимание на то, что в этот раз у нас заявки для голосования на дому принимаются до 17.00, поэтому те, кто не успели еще оформить заявки и по каким-либо причинам не могут самостоятельно прийти на избирательный участок, пожалуйста, вы можете позвонить либо в свою участковую комиссию, либо обратиться к нам в территориальную избирательную комиссию по телефону 541 1788 до 17.00. Мы примем заявку и обязательно комиссия к вам выйдет. Каждый комплект для голосования на дому был заранее упакован в стерильный конверт. Стоит отметить, что голосование длится уже неделю. Каждый день проходил по одному и тому же сценарию. После закрытия участка все бюллетени изымались из урн и опечатывали сейф-пакет. То есть также составлялся акт и все это убиралось сейф. После сегодняшнего закрытия участка все эти пакеты будут скрыты, будет пересчитано количество бюллетеней и также будут разделены кто за, кто против. Чтобы исполнить свой гражданский долг, жители начали приходить на участок с самого утра, несмотря на выходной день. Наши права. И с ним мы, а кто? Мы обязаны. Мы живем в России. Наша обязанность. Я так воспитана, я по-другому не понимаю. На соседнем участке в районном центре культуры и досуга проголосовал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Самая главная установка, которую делал губернатор, который делал ЦИК для нас, это сохранение безопасности и соблюдение всех мер противоэпидемиологической защиты. Мы сейчас убедились и инспектируем сегодня о том, что все меры выдерживаются. И жалоб по этому поводу у нас не поступило ни одной. Сопровождал главу депутат Московской областной думы Юрий Липатов. Граждане Ленинского городского округа заинтересованы в голосовании по поправкам Конституции, понимая о том, что это действительно судьбоносное решение как для самих голосующих граждан, так и для детей, внуков и для будущих поколений. И это действительно так оно и есть. Вместе они проконтролировали ход проведения голосования на участках и поблагодарили членов участковых избирательных комиссий за их работу. Самое спокойное на участке. Голосование идет хорошо. То есть народ приходит. Голосование длиной в неделю проводится в России впервые. Такой формат прежде всего направлен на то, чтобы в целях повышения безопасности сократить количество людей, находящихся на участках одновременно. Всех, естественно, призываю сегодня прийти и проголосовать, тех, кто не успел это сделать. И, конечно, хочу сказать, что мы сегодня фактически формируем свою историю и понимаем свою ответственность перед будущим. Избирательные участки закроются в 20.00. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ.